Приветствую всех! Приближаются праздники новогодние. Для большинства один из самых любимых или если не самый любимый праздник. Длинные каникулы, зима и так далее. Все плюшки и прелести. Общение с родными и близкими. Вот хочется показать в этом году такие работы интересные. Из того, что у меня есть сейчас, пожалуй, самое интересное. Причем есть такие вещи, которые в ближайшем будущем я и не собираюсь пока делать. Это обо всем по порядку и будет не только ножи, не ножами едиными, как говорится, но еще кое-чего там выглядывает и там и здесь еще лежит. Поехали! Первый ножичек с ценами будет все в порядке. Кому заинтересует, обращайтесь. Не буду забивать информации, не нужно из ТТХ. Приблизительно скажу, что ориентироваться. Ну вот, допустим, 110Х18 клинок, G10 на рукояти, 60 единичек. Выполнен вот такую прекрасную линзу. Это моя модель Intent, но с линзой. Здесь есть фальш-лезвие, но нет нормальной камеры. Фокусировки не наводятся. В общем, если баночку кому вскрыть, то тут есть фальш-лезвие. Вот так вот, вы поймали. Три с половиной клинок, тут около 30 шириной, 120 длиной. Кому хочется попробовать вот такой линза, пожалуйста. Ножный кайдекс. Следующий, это то, о чем говорю, что вот... Ну, наверное, понятно, да? То есть вот такой вот ручной сатин. Дело хлопотное, когда есть время для этого, когда есть возможность посидеть на улице, на солнышке, в тепле. Я вот летом допускаю такое делать, люблю. Ну, а зимой на улице не посидишь, а в помещении сидеть целыми днями это все часа не хочется. Поэтому она не скоро будет вот с таким сатином, таким финишом ручным клинки. Кому понравится, пожалуйста. Ну и плюс рукоять, это бака вот. Ну и самых таких интересных деревьев, которые есть на планете Земля. По своим характеристикам оно там и по плотности его не раскисает, не набухает, не гниет. Очень ударопрочная. Ну и красивая, кроме всего прочего. Здесь низельбер упор такой сантиметровый для любителей защитить ручку. Почему? Потому что здесь до 2,5 клинок позволяет законодательству. Здесь проставки из титана, латуни и меди. Пин вот такой темлячный. Климо. 63 единицы ломок, нержавейка с хорошим сатином. Добро пожаловать. Такой нож хочет себя порадовать. Как и охотнику подойдет, так и для бытовых каких-то целей. В коллекцию. Очень такой приятный, удобный нож. Ноженки Кайдекс. Ставлю пока тоже одной рукой. Следующий. Наверное, самый крупный из этих клинков. Да, кстати, здесь ТТХ прикреплю в комментарии. Или пишите, спрашивайте там в WhatsApp, Telegram. Ну, если не забуду, постараюсь прикрепить характеристики, его написать в первом закрепленном комментарии, либо в описании. Посмотрите внизу, что я это тебя примерил недавно. Вот первый, а второй не помню. Следующий. Это самый крупный клинок. который есть. Это вот такая чудесная фисташка. Зуб мамонта. Кромакс на 62 единички. Здесь прямые спуски. Может небольшая подлинзовочка есть, но тут она не выражена так, как вот на первом ноже, допустим. Вот такой вот чудесненький. Фисташка тоже дерево очень интересное, красивое. дерево не требует. Она пропитки какой-то. Она ее даже не берет. Потому что собственными маслами пропитана. Так же как бокаут. То есть, если я использую дерево, то стараюсь использовать очень такие ценные породы какие-то. Природозащищенные. Ну, чтобы там не было разбухания, загнивания, отслоения. Там, если это плашки, все-таки дерево есть дерево. Вот за каким деревом это, если не исключено, то очень маловероятно. Пин здесь декоративный. Крупный нож там порядка 145, по-моему, или даже 147, что такое миллиметров. Такие большие тоже не часто делаю. Но есть людям, которые нравятся. Такие большие ножи тут, как бы, спорить не буду. Самому для каких-то целей, пожалуй, иногда нравится. Ну, а ширина там стандартная. 30 миллиметров. Чуть больше, чем 31. Но, опять же, все ТТХ в описании. Или по запросу. Клиночек тут что-то в районе 3,5 миллиметра. Ноженький вот такой вот Койот Браун. Кайдекс. Американский паракордик. Следующий национальный нож якутский. В таком интересном исполнении. Здесь тыльник металлический с нержавейки. Пластина для вовновешивания баланса, во-первых, клинка. И он прочный. Можно что-нибудь стукнуть где-нибудь. Дул кованый. Сталь Х. Ой, Н690. Есть у меня просто такой же ИСХ12Ф1. Наподобие такого. Несколько клинков. Но это Н690. Небольшой подводик на линзе. Односторонняя заточка. Классический. Такие ножинки из кожи делают только из Кайдекса. Глубокого погружения не выпало. Можно носить как вверх, так и вниз. Просто в кармане. Такого. Это значит по ножам пока все. Теперь по топорам. Топор я показывал в предыдущем ролике. Я его выложил. Все сразу пишу. Значит вот такой небольшой топорик. Он прокован. Переслесан, оттермичен. Это труд вача. Ну я его полностью переделал. Пересаживал голову. И голову перетермичивал. Так как мне хотелось. Потому как железо тут неплохое. Но стабильность у ребят оставляет желать лучшего. То есть там они и в гости в себя указывают. 45-56 единиц. Ну как по мне это слишком большой диапазон. Извиняюсь. Поэтому я калю на 56 единиц. Проверяю твердомером. Форму придаю. Мне нравится. Эксперимент тодирую я. И такая небольшая. Небольшой топорчик. Походный такой скажем. Или там в машине лежит. Чтобы порубить что-нибудь. По ленце какие-то. Разрубить. Мясо кусок. Кость. Ну вот такой чехочек без затей. Чтобы не прорезал чехольчик этот. Там рюкзак. Или не порезаться в машине. Когда там что-то загружать. Выгружать. Ну в целях безопасности. Так. пошли шить уже кожаный. Или что-то другое придумывать. Так. Такого же плана. Топорчик. Топорчик. Только тут и сталь. Тоже немножко переделанный. Контуровка другая. На всех топорах линза. Только линза не такая как на ножах. Повторяюсь. Ножах там немножко другая. Здесь все-таки. Это рубящий инструмент. Бритвенную. Такой заточкой. В линзу. Долго будет держать ее. Тут 56 единичек. Посажена она. Вот здесь его. Кстати я не переслесаривал. Точнее переслесаривал. Но не перетермичивал. Здесь клин стоит. Родной. Березовое топорище. Только оно. Как на всех топорах я делаю. То есть делаю тут подмотку. Либо паракорд. Либо вот пеньку. Как здесь. Пропитываю смолой. Чтоб она не сползала. И была попрочнее. Топор. Начинает жить по-другому. И вот эта часть не сбивается. Потому что здесь он начинает. Сколы появляться. И он ломается. Гнить тут начинает. Ну вообще не красиво это все выглядит. И третий. Такой. Затем. Тоже здесь у нас. Линза. Тоже есть всталь. Это 62. На всех трех топорах. На 56 единичек. Но если тут они сами смогли ее. На втором топоре. Почему я не стал перетермичивать. На 54-56. То на этих конечно этого всего. К сожалению не было. Пришлось это все переделывать. Зонная закалка. Как на топоре обычно. Это и делается. То есть сантиметра где-то там. 34. Ну где-то до стула. То есть эта часть она подкалена. Она не полностью сырая. Но. Но. Вкалится в масло. Только вот эта вот часть. Здесь паракорд. И кожа подмодана. Ну здесь такой. В целях. Скажем эстетики. Придания еще. Здесь топор еще подлиннее. Допустим. На этом. На. Родном. Ну. Длину я там. Кому заинтересует. Сейчас уже не помню. Что-то 50 с чем-то. По-моему. Там. Около 40. Здесь ясень. Прямо слойный. Такой. Хороший. Пропитан он. Тиковым маслом. Несколько слоев. Держит. Скажем так. Ну. То же самое время. Он не заполирован. Так. Чтобы не скользить в руках. И. Влагостойкость у него повышенная. Да. И не будет гнить. Где-то. Примерно. Там. На 600. Финиш. На 400. Масло кладется. И оно остается. Как быть. Немножко. Шероховатым. Но. Не набивает руку. И. Не скользит. То же самое время. Так. С топорами. Занавес. Немного. Как говорится. Совсем экзотики. Сейчас. Минуту. Вот. Такой. Сакс. Крамосакс. Собака. Вздыхает. Жалко ему. С кромосакс. Собака. Вздыхает. Х18. Сталь. На руках. Красное дерево. Падук. Если хотите себя под новый год викингом. Почувствовать. То вот. Пожалуйста. Но. В пределах все закона. Как говорится. Без эксцессов. Без тяжелой воды. Так. И второй. С такими ножнами. Как-то было у меня время и желание. Попробовать сделать слесарку. Как делают японцы. Это. Парой камней. Вышлифовать это все. Вот я. Я уже после этого скотчем прошелся. Конечно. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Но. Все равно видно. Такие маленькие. Маленькие. В продольной. Слифовки. Дол я тут вручную. Резал. В общем. Это что-то наподобие такого. Короткого мяча. Японского. Там. Один. Все. Куда. Ну. Не будем эти все вещи вдаваться. То есть. Цель стояла. Технология производства. Понятия. Какая-то там. Идентичность. Ну. Все равно интересно получилось. Довольно таки длинный. Хороший клинок. Здесь. Амарант. Дерево на клинке. Вот так. Для экзотики. Ну. Вот. Кого чему заинтересовало. Пожалуйста. Обращайтесь. Пишите. Звоните. Буду рад помочь. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.